Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки еженедельных глав Торы и Шатра Авраама. Наша глава начинается с таких слов. И собрал Маше всю общину Израиля. И мы немножко вспомним предысторию. Мы подходим к окончанию второй книги Торы, книги Шмот. Которая состоит из трех таких основных частей. Первая часть это выход еврейского народа из египетского рабства. Вторая такая большая часть это получение Синайского откровения. То что мы называем Торы, откровения с небес для всего человечества. Это также важное событие происходит в нашей главе. И третье важное событие это построение переносного храма. Которому уделяется пять глав Торы. Это очень большое количество текста. И это показывает на важность данного события. И здесь речь идет о собрании всей общины Израиля. И конечно же речь идет об объединении общины в общих ценностях. И первый раз за долгое время, если в египетском рабстве весь еврейский народ были зависимы от других людей. От египтян, от фараона, от власти. То здесь начинается настоящее единство. Весь еврейский народ вместе должны построить переносной храм. Каждый должен принять в этом особенное личное участие. И Маше продолжает передавать пять глав подряд. Речь идет о том, как Маше передавал им информацию. Как они собирали на это все, что надо было собрать. И как они потом все это сделали. И как они выполнили все это вместе со всем народом. Вот и мы поговорим немножко о трех важных таких моментах, которые Всевышний как бы открывает еврейскому народу. К чему призывает через Маше в нашей главе Ваягель. И глава начинается с того, что Всевышний как бы открывает им тайны времени. Здесь можно говорить об этом очень много. Речь идет о шабате, о отношении к шабату. Но так как у нас уроки Торы для всех народов, то мы не будем углубляться в какие-то еврейские знания. Потому что шабат для еврейского народа и шабат для всех народов мира. Это немножко по-разному к этому дню имеется отношение. И здесь сказано, что шесть дней может совершаться работа, а седьмой день будет свят для вас. То есть о чем здесь говорится речь? Оказывается, один день недели он отделен Богом для особенного какого-то явления. И мы можем увидеть, что есть такой особенный день, который есть суббота, в который сам Всевышний он почил и не занимался никакой работой. И Всевышний открывает тайны этого времени для еврейского народа. Вот немножко задуматься вообще, что такое тайна времени. Ведь время это же тоже такая сотворенная величина. Это, скажем, не материя, но это какая-то энергия. И есть особенные эпизоды времени. Есть, например, год, есть месяц, есть неделя, есть день, есть час. Вот. И по отношению ко времени Всевышний тоже открывает какие-то тайны еврейскому народу. Вот. И именно речь идет о тайнах во времени. Да, мы знаем, что есть множество праздников, которые все имеют определенную дату. Вот. И существует у еврейского народа особенный календарь, который, к сожалению, большая часть человечества сегодня даже не знает, о чем речь. Вот. И есть особенные праздники. Они все прилеплены к датам еврейского календаря. Например, Роша Шана, голова года, то, что называется. Да, такое начало цикла, когда начинается вот этот вот круг, и этот день называется День Суда. И на небе происходит особенное явление. Вот. И люди, которым об этом знают, они могут очень хорошо подготовиться к этому дню. И иметь целый год какое-то благословение. Потом есть праздник Песок, там, 14-го Несана. Все праздники, они прилеплены к дням еврейского календаря. Вот. И это на самом деле большая тайна. И она, если люди знают эту тайну, они могут пользоваться этими благами, которые приходят в эти дни с небес. Вот. Люди часто говорят, например, об удаче, допустим. Да. Люди говорят об удаче. А что такое удача на самом деле? Вот есть на еврите такое слово Мазаль. Мазаль это тоже имеет такую идею. Конечно, это гораздо глубже, чем просто удача. Но так для обычного обывателя это слово переводится как удача. Вот. А что такое удача? Вот наши мудрецы объясняют, что слово Мазаль это аббревиатура слова Маком, Зман и Легьот. Слово Маком переводится как место, Зман это время, Легьот это быть. Удача это в нужное время оказаться в нужном месте. Вот это вот есть удача. Удача напрямую связана в нужное время, в нужном месте быть. Вот. И когда человек понимает тайны времени, когда он чтит время, так как Всевышний нами его открыл, пользуется этими благами, то он попадает в этот цикл событий. Вот. И из жизни человека просто потихонечку уходит всякая суета. Потому что человек никуда не опаздывает, он никуда не торопится, у него есть мир, он оказывается в нужное время, в нужном месте. Вот. И поэтому здесь Всевышний открывает эту тайну даже перед тем, как начинать дальше рассказывать о строительстве самого храма. Потому что дальше идет речь о том, что вы сейчас будете строить храм в физическом мире, но в шаббат даже храм строить вы не имеете права. Вы не имеете права делать определенные работы в шаббат. Вот эти все тайны знают в еврейском народе. 39 работ особенных, которые связаны с творческим процессом. Вот. Но дальше есть интересное дело. Если вы так будете относиться к этому дню, сделаете его особенным и выделите его, то так и сказано, что будет совершаться работа ваша 6 остальных дней недели. И наши мудрецы объясняют вот это слово, что значит будет совершаться работа. Здесь стоит особенное еврейское слово Теосе. И мудрецы так объясняют смысл этого слова, что если вы сделаете вот этот день праздником, так как Всевышний это вам описывает, то все остальные 6 дней работа будет делаться как бы сама собой. И дальше объясняют, что это значит, что руки будут делать работу, а сердце и голова будет принадлежать Всевышнему Торе и Заповеди. То есть работа будет делаться как бы сама собой. И объясняют дальше мудрецы, что на самом деле откуда у человека берется благословение. Ведь Всевышний сказал 6 дней работы, а один день отдыхает. И работа для человека точно такое же установление, как и отдыхать. Но что имеется ввиду, что благодаря вот этому правильному отношению к божественному времени, благословение приходит на все 6 дней работы. И тогда работа происходит не так, как у людей, когда люди нервничают в поте лица, зарабатывают себе на хлеб. Она как бы делается сама собой. То есть человек создает сосуд своими руками, а Всевышний наполняет этот сосуд своим благословением. Поэтому, когда задается вопрос, то от чего мне приходит хороший заработок, хорошее благословение? От моей работы, от моего умения, от моих нервов, от моих способностей? Или все-таки, когда я все это делаю с холодной головой, как говорится? А Всевышний дает мне свое благословение. И тогда работа совершается как бы само собой. Вот, поэтому на самом деле часто люди спрашивают, что это относится только к еврейскому народу, или это относится ко всем народам мира? Вот. Но тут ответ такой. Все дело в том, что у народов мира, как бы, немножко украли эту возможность понимать эти дни, праздновать эти дни. У народов мира так же само должно быть хорошее отношение, праздничное отношение. Они так же само могут радоваться в эти дни, так же само отмечать эти дни. Только немножко не так, как еврейский народ в меру своего священства и в меру того дополнительного закона, который Всевышний дал сугубо еврейскому народу. Вот. Но сама идея, она та же самая абсолютно. Когда люди почитают божьи праздники, когда люди правильно относятся к божественным периодам, то, конечно, сюда приходит сила. Эта сила приходит на душу человека. Это человек все делает в мире, он все делает с другой силой своей души. А представьте, например, если в году, допустим, 7 праздников, и каждый праздник приносит сюда особенную силу. Вот. И сказано в пророках, что придет время, народы тоже это осознают, через связь с еврейским народом, через дружбу с еврейским народом. Когда сказано, что народы придут взять иудея за цицит, то есть за вот эти заповеди, начнут изучать Тору. Когда сознательно разберутся, что это за праздники, что они сюда приносят. И тогда, конечно, люди тоже смогут этим всем воспользоваться. А многие могут пользоваться этим уже и сегодня. Те, кто понимает смысл этого всего, то спокойненько могут сделать день, например, тоже субботу, или все еврейские праздники, тоже Роша Шана, сделать день особенный, провести его немножко больше в молитве, попросить что-то у Всевышнего, как-то создать разничную атмосферу в своей доме. Вот. И та же самая сила будет работать в жизни любого человека. Вот. Что мы видим происходит в нашей главе? Мы видим, что Маше спускается с горы последний раз. Он выпросил прощение у Всевышнего за еврейский народ, за грех золотого тельца, который они сделали, пока Маше получал там заповеди. Вот. И что Маше говорит? Вы должны теперь сами построить храм. Вот. Кстати, в этом же храме потом и будет возможность искупать свои грехи, приносить всевозможные жертвы очищения. То есть весь народ будет пользоваться этим храмом, и весь народ должен построить этот храм. Вот. И мы неоднократно с вами говорили, что храм, вот эти образы храма, образ каждого изделия, образ каждого происшедшего события, это все, конечно, имеет основание и сегодня, потому что храм можно рассматривать, как человеческая душа, храм можно рассмотреть, как образ своей семьи, храм можно рассмотреть, как образ своей общины, храм можно рассмотреть, как образ своего города, и храм можно рассмотреть, наконец-то, как все мироздание в целом. Эти смыслы открываются в нужное время, когда человек ищет какие-то ответы, размышляет, задумывается над храмом, и он может здесь получать ответы лично для себя в свою жизнь. Вот. Что мы можем увидеть здесь еще? Следующий этап после времени. Всевышний говорит Маше, скажи народу, пусть всякий щедрым сердцем, пусть принесет приношение Богу, золото, серебро, медь, шерсть, масло, камни для одежды священников, и так далее. То есть, все, что необходимо было в храме. Из чего состоял храм? Для того, чтобы можно было производить служение в этом храме. Даже для одежды священников, для всех утварей. Все должны были принести сами люди из еврейского народа, которые вот там вот находились. У каждого были свои какие-то возможности. Вот. Потому что мы знаем, что из Египта вышли люди, они взяли с собой какие-то богатства. У каждого были свои возможности. Вот. Мы знаем, что когда они перешли море, три дня они собирали еще те богатства, золото, которое выбросило море, которое было на египетских войнах. Вот. Поэтому люди имели какое-то состояние. И Маше объявляет, пусть всякий щедрый сердцем принесет. И дальше Тора нам показывает, как народ откликнулся на этот призыв. И описывается, что пришли мужья с женами, пришли женщины, пришли мужчины, пришли вожди. И сказано, что они приносили Богу для устройства шатра откровения, и для всего служения в нем, и для одежды священников. Нам надо понять, что это за люди с щедрой сердцем, и как происходило вот это вот собирание, как это все происходило. Мы немножко сейчас об этом с вами поговорим. Сказано, что и пришли мужья с женами. И объясняют нам наши мудрецы, есть разные комментарии по этому поводу. Но мне нравятся комментарии, объясняют мудрецы, что женщины с таким рвением жертвовали на храм, что был какой-то случай, когда какой-то муж пришел к людям, которые собирали, и говорит, там жена все вынесла из дома, и я не согласен, она прямо дала все, ну хотя бы что-то оставила дома. И после этого люди, которые собирали эти пожертвования, то, что приносили люди, они сказали, что женщины должны приходить вместе с мужьями, чтобы мужья тоже как бы подтверждали, что они согласны, что это делается с их дозволением. Вот. И объясняют нам наши мудрецы, что женщины вообще в этом вот случае проявляли особенное рвение. Вот. Когда, например, делали золотого тельца, и Арон сказал, что пойдите, соберите сережки с жен ушей ваших, то объясняют нам наши мудрецы, что Арон специально это сделал, потому что он знал, что еврейские женщины никогда не отдадут свое золото, свое серебро на изготовление золотого тельца. И объясняют нам устная тора, что так оно и произошло, женщины вообще отказались отдавать свои сбережения на изготовление золотого тельца. И тогда мужчины, они нашли свои, потому что у них тоже были какие-то золотые там украшения, которые они пособирали после египетской этой конницы. Вот. Но тут мудрецы объясняют, что на храм женщины бежали, они отдавали все это с удовольствием. Они с удовольствием хотели поддержать вот этот божественный замысел. Вот. И говорят даже, что Маше был против некоторых вещей, которые не происходили. Вот. И рассказывается в наших комментариях, что женщины приносили свои медные зеркала и приносили там особенные нательные украшения. И когда они все это приносили, то Маше остановился и сказал, подождите, это же особенные такие украшения. Эти зеркала используются там, где вы прихорашиваетесь. То есть, как бы не совсем это, наверное, правильно, чтобы это пошло на сооружение святого храма. Вот. И тогда объясняют нам комментаторы, что Маше обратился к Всевышнему в молитве. А Всевышний ему сказал, что вот эти приношения женщин мне самые угодные. И вообще ты должен их обязательно принять. И вообще из меди вот этих вот зеркал, надо сделать умывальник, в котором будут священники очищаться после жертвоприношений. Вот. И объясняют нам комментаторы, почему было такое решение. Говорят, что когда еврейские мужчины находились в рабстве, тяжело работали. Вот. А семьи у евреев были тогда большие, 10 детей больше. Вот. И поэтому женщины что делали? Они сами ловили рыбу. Они кормили свои многочисленные семьи. И даже они готовили завтраки и приходили к своим мужьям. Там, где они работали, на место работы. Они еще подкармливали своих мужей. И сказано, что они прихорашивались в зеркала, чтобы выглядеть красивыми, приятными для своих мужей. Вот. И прямо там они проводили интимное время со своими мужьями. И зачинали детей. И рожали дальше. И поэтому была большая рождаемость. Народ умножался. И можно сказать, что женщины проявили себя очень смиренно, очень верно и очень выносливо. Вот. В такое тяжелое время, когда мужчины не могли ничего поделать, находясь в этом рабстве. И поэтому Маше говорит, что эти медные зеркала, они вообще особенные. Это символ еврейской женщины, верности еврейской женщины, стойкости еврейской женщины в сложные какие-то времена. Вот. Поэтому это надо обязательно принять. И чтобы это обязательно было в храме. И потом сделали из этого вот этот вот медный умывальник. Вот. Дальше мы видим тоже, что стали приносить пожертвования вожги. Вот. И здесь тоже интересная идея. Речь идет о князьях, о самых таких авторитетных людях, которые были в Израиле. И написано, что они приносили камни для одежды, приносили драгоценное масло и так далее. Вот. И тоже наши устные комментарии рассказывают, что здесь тоже заложен скрытый смысл. Вот. Есть место, где слово вожди, несим, пишется без буквы ют. И как бы объясняют почему. Потому что здесь как бы умаляется вот это благородство поступка. И таким образом выразили это в написании ихнего как бы статуса в Торе. Да. И комментаторы объясняют, почему это произошло. Потому что вожди приняли решение, когда прозвучал призыв принести вот щедрое сердце, чтобы принесли то, что кто может, то вожди сказали так, что пусть народ принесет все, что они принесут. Вот. А мы потом добавим то, чего не хватает. Да. И мудрецы объясняют нам, это один из комментариев, так считает часть комментаторов. Вот. И считают, что это было оценено Всевышним неправильно. Другие комментаторы приводят другую точку зрения, где они считают, что было правильно. Но все-таки склоняются к той точке зрения, что раз в Торе вот эта вот буква Ют, она отсутствует, то этим именно подтверждается, что Всевышний оценил это как неправильный поступок. Вот. И мы тут можем увидеть, что о чем шла речь, что они не поторопились, как бы. Комментаторы говорят, они наоборот должны были первыми выступить, первыми принести, показать пример всему народу, одобрить весь народ, как бы подбодрить весь народ, потому что люди всегда смотрят на богатых людей, на знатных людей и стараются подражать им в хорошем. Вот. Но здесь получилось наоборот, сказано, что народ жертвовал очень с большой горячностью, с большим желанием, очень щедро. Поэтому они все принесли, а князья посмотрели и оказывается уже все, закончилось сбор пожертвований. Вот. И, ну, мы еще немножко в следующем уроке поговорим об этих моментах. И третий момент, то, что говорится вот в нашей главе, Маше призывает всяких щедрым сердцем и также приглашает всяких мудрым сердцем. Я говорю, есть среди вас мудрые сердцем, пусть придут и сделают все, что повелел бог. Да, и наши мудрецы объясняют, в чем разница, щедрые приносили, а мудрые, что они приносили? Они приносили свой труд, они приносили свои способности, они приносили свои таланты, они делали ту работу, которую надо было сделать в храме. Ну, например, сплетали нити, шили шкуры и так далее, и так далее, и так далее. И что мы видим в нашей главе, очень важно, что тут сказано, и сделали они то, и сделали они то, и сделали не то, и прямо всю главу перечисляются все процессы, которые они сделали, 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 сделали. И мудрецы задают, ну, вопрос, ведь в прошлой главе, мы же все это уже изучали, каждую деталь, что ее надо сделать такую, ее надо сделать такую. Зачем здесь опять, вот так вот, перечисляется все, очень тщательно, каждое изделие. И объясняют нам наши мудрецы, что то, что писалось в тех главах, это совсем другая идея, чем то, что пишется в этих главах. Потому что там они только говорили, надо принести, надо принести, надо будет то сделать так, и надо будет то сделать так. И, конечно, мы с вами понимаем, что иногда люди говорят, надо с понедельника бросить курить, надо с понедельника сделать другое питание, надо с понедельника, наконец-то, начать там молиться стабильно, надо с понедельника, еще что-то надо. И так бывает годами, надо, 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 да поговорить можно об одном договориться можно но можно никогда к сожалению это не сделать так здесь мудрецы нам объясняют что есть акцент и сделали так как сказано и принесли то что надо и пришли работать там где надо и сделали 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 вот я хочу немножко как бы под тоже нашу главу вот каждый из себя что-то приносит кто-то свой труд кто-то свои возможности кто-то свои ресурсы и сегодня в наше время все это можно назвать как каким-то словом как жертва или как жертвоприношения для какого-то чего-то общественного сегодня с разные благотворительные фонды сегодня всякая волонтерская работа сегодня все это в образах также сама продолжается все это работает есть интересное еврейское слово карбан да то что переводится как жертвоприношение корма то на иврите это имеет идею как приближение на самом деле когда мы смотрим физическом мире мы видим что человек что-то отдает он отдает свой ресурс он отдает свое время он отдает свои таланты но на самом деле именно через это он приближается к всевышнему и именно через это всевышний слава все весь народ вот так вот сделает вы мне все вместе построить а я буду жить вас и буду жить среди вас то на самом деле когда мы отдаем когда мы делаем что-то полезное для других именно через это к нам приходит благословение я хочу вспомнить вот пример якова когда еще не было даже никаких законов еще не было дарование торы когда яков попал в трудную ситуацию когда он шел ну там где он впоследствии остановился в семье лавана и по дороге когда он остановился переночевать и он видел вот это уведение лестница якова как она называется он увидел он сказал это действительно место врата небес да и что он пообещал всевышним он сразу понял что надо как надо всевышним поговорить и он сказал если ты мне дашь вернуться если ты меня спасешь там куда я иду если ты дашь мне хлеб и одежду что очень интересно есть комментарий к этому слову то он говорит я построю тебе дом на этом месте то что яков сразу когда он увидел откровение небес вот сразу стал я принесу я дам тебе десятую часть я буду щедрый сердце и я построю тебе этот дом и я буду мудрым сердцем и что вы видим когда он это пообещал то мы можем увидеть как последствия всевышний и сохранил его и благословил его там где он находился и помог ему вернуться и яков стал израилем стал благословением и родоначальником целого народа на этом я хочу закончить первый урок всем хорошей недели